Девушки отдыхают Перед тем, как идти в магазин за диваном, вы должны определиться с его предназначением и обязательно объяснить продавцу, какую функцию он будет выполнять в вашем доме. Также стоит заранее рассчитать размер мебели, исходя из площади комнаты. Да, действительно, для того, чтобы продавец вам предложил квалифицированную помощь, он должен понимать задачи, которые вы стоите перед ним. Это, в первую очередь, размеры. Для того, чтобы мы понимали, большой это будет диван или это будет модульный диван, или это будет просто диван для отдыха. Как будет он использоваться? То есть это будет каждодневное использование, либо это будет просто диван как гостевой вариант, вы будете его использовать. Если к вам пришел покупатель и заявил, что у него маленькая комната, ограниченное очень пространство, но ему нужен диван, который можно разложить и спать на нем, что вы можете ему предложить? Существуют малогабаритные диваны, при этом они имеют большое спальное место. Они представлены у нас на образце. Пожалуйста, мы можем пройти, я вам покажу с удовольствием. У нас на образце представлен малогабаритный диван. Габаритный размер у него 1,80 м, спальное место у него 1,50 м. Эта модель подходит для ежедневного использования и очень удобно раскладывается. Подушки этой модели, они на кронштейнах, то есть их не нужно никуда перекидывать. Скажите, при выборе дивана со спальным местом, что лучше выбрать, диван, книжку или диван-аккордеон? Лучше выбрать диван-евро-книжку, потому что это диван без механизма, а, соответственно, диван будет долго служить. В качестве примера могу привести вот такой диван. Данная модель называется евро-книжка. Значит, это диван без механизма, внутри у него латексный ППУ, хороший ламинированный бельевой ящик и достаточно большое спальное место, мета 50 на 2. Он подходит для каждодневного использования и достаточно легко и просто раскладывается на каждый день. Мы просто потянули, спинка откинулась, все легко и просто. Итак, с выбором размера и модели дивана мы уже определились. Теперь обращаем внимание на самое главное – качество. Прежде всего смотрим на пошив. Если он небрежный и неаккуратный, то о каком качестве здесь можно говорить. Также обязательно уточняем, из чего сделан каркас и какой наполнитель у дивана. Скажите, с каким каркасом лучше всего выбирать диван? Существует два каркаса у дивана. Есть металлокаркас, это металлический каркас, и деревянный каркас. Естественно, металлический каркас, то есть металлокаркас, он будет служить дольше, нежели деревянный каркас, потому что он меньше подвергается деформации, его значительно сложнее сломать, даже если у вас дети будут на нем прыгать. Ну и, в общем-то, металл – это и есть металл. Также на качество и, соответственно, стоимость дивана зависит от того, что внутри дивана, то есть какой у него наполнитель. Существует несколько видов наполнителя. Это пенополиуретан. Он является одним из самых дешевых наполнителей. Пружинный блок. Есть латексный пенополиуретан, независимый пружинный блок. Я рекомендую выбирать диван с независимым пружинным блоком. Он считается ортопедическим, и во время сна он принимает форму тела. У дивана, на котором мы сейчас сидим, именно такой наполнитель. Вот вы заговорили о стоимости. Кстати, хотелось бы узнать, из чего она складывается и от чего зависит цена дивана. Цена дивана складывается, в первую очередь, от наполнителя, во вторую очередь, от фабрики-производителя и, соответственно, от обивочной ткани. Одна и та же модель в разных вариантах обивки может стоить по-разному. И главный совет. При покупке дивана обязательно сесть или прилечь на нем на пару минут. Если вам комфортно и вы чувствуете себя как дома, то это ваш диван. Ну что ж, выбор дивана дело отнюдь непростое. Но если вы прислушаетесь к нашим рекомендациям, думаю, справиться с этой задачей можно легко. Смотрите следующие выпуски программы «Выбор ЛРТ». Мы припасли для вас много полезных советов. А пока я с вами прощаюсь. До скорой встречи! Субтитры подогнал «Симон»!